СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ И Навальным Единым жив Следственный Комитет. Русал Фольга, дочернее предприятие Олега Дерипаски, заинтересовало ведомство Бастрыкина. Оно нечистое, как осадок в стиральной машине за штатной прачечной. Вот и вышли гражданские активисты на пикет к Следственному Комитету, чтобы с одной стороны похвалить СК, а с другой убедительно потребовать довести расследование до конца. Полицейские напряглись и, вспомнив навыки письма, переписали в записные книжки все буквы, написанные на плакатах. У них очень хорошая спланированная методика сокращения заводов. Вот, к примеру, Свердловский алюминиевый завод, ну, Свердловский, Богословский алюминиевый завод. Они заявляют о том, что неэффективная электроэнергия, очень-очень трудно, поэтому производится неэффективно. Давайте я закрываю завод. Им Владимир Путин, ну, это же его завхоз, как бы как, как не помочь-то? Я вам дарю целую богословскую ТЭЦ в распоряжении. Вот, радуйтесь, работайте. А через полгода они опять говорят, производство неэффективно и закрывают свои заводы. Тем самым, ну, там, есть некая такая реакция в СМИ, причем в государственных СМИ, о том, что все производство переводится в Китай, а не в Россию. Олег Дерибавский достаточно загадочная фигура, и его структуры, на самом деле, ведут разрушительную деятельность. Если учесть, что они состоят в бывшей ельцинской команде, и хозяйственная деятельность заведомо склонна к махинациям. На данный момент гражданским активистам и прессе, в том числе Новогазете, уже известно о том, что Иркутская энергия, которая контролируется Олегом Дерибавской, финансирует свои дочерние структуры, кредитует их. На данный момент уже известно о 8 миллиардах, около 8. В том числе, в то же время, само Иркутская энергия берет кредиты из коммерческих структур, на данный момент уже известно о 11 миллиардах. Что из этого можно извлечь? Впереди новый пик кризиса, и ясно, понятно, что будет новое обнуление этих кризисов. Опять государство через федеральными средствами обеспечит это управляемое обрушение. Опять государство скажет, ну вот у нас пик кризиса, нам надо спасать наши предприятия, нам надо спасать наши заводы. Это уже отлаженная система для воровства, и с этим надо бороться, это надо озвучивать. Это в высшей степени неприемлемо. Олег Дерипаска – человек Путина, но и Александр Бастрыкин – тоже человек Путина. Если один человек Путина заводит уголовное дело против другого человека Путина, значит что-то неладно в наших сортирных элитах. Саша Сотник, Дмитрий Милехин, Политвестник ТВ. Сотник, Дмитрий Милехин, Политвестник ТВ.